ВТО впервые вынесли решение против России. Представители Всемирной торговой организации раскритиковали импортные пошлины нашей страны. Согласились, что государственные сборные, холодильники, пальмовое масло, картон и бумагу не соответствуют правилам ВТО. Например, за ввоз некоторых бумажных изделий Россия применяет пошлины 10-15% вместо 5 зафиксированных в правилах. Минэкономразвитие сообщили, что эти несоответствия были практически устранены к началу заседания арбитров ВТО. Но это не помогло. Обсудим решение ВТО с экспертом. Сейчас на прямой связи по телефону Артем Белов, исполнительный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко». Артем Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Чем для нас опасно вот это решение ВТО? Потому что нам кажется, что где-то это далеко. Какой-то эффект будет для людей или нет? Ну, вы знаете, честно говоря, сложно оценить реальный эффект. На самом деле, я не думаю, что это приведет к каким-то критическим, очень серьезным последствиям. Я думаю, что в какой-то перспективе этот вопрос будет урегулирован. Ну, во-первых, все-таки в России есть 60 дней на апеллирование, к этому, апелляцию этого решения. Я думаю, что в течение этого периода времени решится, и вопрос будет таким-то образом урегулирован. То есть, если есть задача привести, и есть со стороны арбитров ВТО требования привести в соответствие уровень таможенной защиты, который есть в России, в соответствии с теми обязательствами, которые страна взяла присоединение к ВТО, я думаю, что, скорее всего, это будет сделано в том или ином виде в ближайшей перспективе. Смотрите, мы в ВТО уже не один и не два месяца довольно-таки давно. Почему именно сейчас вот они решили вынести это решение? Ну, вы понимаете, к ВТО, если я не ошибаюсь, мы присоединились в 2012 году. Мы брали на себя определенные обязательства, которые касались как мер таможенно-тарифного регулирования, таможенной защиты, так и объем государственной поддержки. Объем государственной поддержки постепенно, из года в год, соответственно, с принятыми обязательствами, должны были снижаться. То же самое по ключевым таможенным пошлинам. Они тоже должны были в течение достаточно длительного периода снижаться. Ну, по каким-то позициям, понятно, переходный период был более коротким, по каким-то более длинным. Я думаю, что сейчас вопрос, который возник, он возник именно в связи с тем, что в какой-то момент времени таможенные пошлины должны были быть снижены, но они снижены не были. Ну, вот так, например, с холодильником, который вы приводили. Я думаю, что здесь это вопрос процессуальный, бюрократический. Я думаю, что он будет урегулирован. Смотрите, насколько я понимаю, всегда ввозные пошлины высокие. Это такая своеобразная защита своего производителя. Холодильники мы производим, картон мы производим. А пальмовое масло здесь при чем тогда? Ну, дело в том, что сложно, на самом деле, сказать, почему именно пальмовое масло. Потому что, в принципе, в России производится растительное масло. Мы являемся, более того, одним из ключевых экспортеров на мировом рынке по этому продукту. Если мне не изменяет память, более 1 миллиарда долларов объем ежегодного экспорта только по этой позиции. Я думаю, что здесь вопрос связан именно с конкуренцией в этих сегментах. То есть ВТО как бы вступает в конкуренцию на стороне иностранных производителей? Ну, я еще раз говорю, здесь вопрос не в том смысле, что ВТО вступает. И были определенные обязательства, которые Россия на себя взяла. Я думаю, что эти обязательства просто должны быть приведены в соответствии с реальностью. Я думаю, что, собственно говоря, вот арбитры ВТО к этому страну, на Россию, призывали. А по вашему тогда мнению, почему все-таки Россия до сих пор не выполнила это обязательство? И есть ли подобные прецеденты в мире, когда другие страны тоже брали на себя некие обязательства, но продолжали защищать своих производителей? Ну, вы знаете, действительно, есть ряд таких примеров. Действительно, в рамках ВТО принятие решений достаточно серьезно забюрократизировано, требует определенного промежутка времени. Я знаю, что ряд стран с развитой экономикой подобными вещами пользовались. Например, вводили ограничения на поставки на свои рынки определенных продуктов. И пока ВТО пыталась разобраться в ситуации, они решали свои тактические проблемы. И потом соглашались с решением ВТО, и, в принципе, они решали тактические задачи, но потом снимали данную проблематику с повестки дня. То есть это действительно такие некие хитрости, некоторые механизмы, которыми страны могут пользоваться. Возможно, здесь Россия тоже действительно сознательно пошла на подобные вещи и решила определенным образом воспользоваться ситуацией, чтобы защитить внутренний рынок, внутренних производителей. Такое вполне возможно, и это вполне допускает. Да, ну и понятно, что в любом случае, как минимум 60 дней нам ничего не будет. А дальше уже посмотрим, как наши юристы вырулят из этой ситуации. Большое спасибо. Например, в связи со студией Life по телефону был Артем Белов, исполнительный директор Национального союза производителей молока. Продолжение следует...